В селе Жаркент, области ЖТСУ, живет герой социалистического труда. Куляш Айджанова удостоили высшей награды в советское время. И сегодня она остается для своих земляков неизменным примером трудолюбия, уважения к окружающим и безмерной любви к родине. Кулинар Жантасова побывала в гостях у знаменитой труженицы. Тяжелым сельским трудом Куляш Айджанова занимается с 13 лет. Сначала работала на ферме, затем в поле возделывала кукурузу. Это сейчас культуру выращивают с помощью современной техники. А тогда все делали вручную. С годами Куляш стал извиневой, ну а после, когда в район пришли первые трактора, сама села за роль. В начале 70-х годов самоотверженный труд молодой женщины был замечен и вознагражден. Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в сфере сельского хозяйства Куляш Айджановой присвоено звание Героя социалистического труда. Мы тогда все успевали и за детьми присмотреть, и общественной работой заняться. Мы восточные женщины, тем и отличаемся, что вместе с трудом умеем сочетать и заботу о близких. А в то время наша страна шла вперед. Было много задач, которые нужно было реализовать. Мы верили в лучшее, оттого и трудились, не покладая рук. О заботе и проблем в те годы было немало. Панфилский район стал житницей кукурузы. Нужно было выполнять объемы, а еще решать общественные проблемы. Организовывать быт молодых семей, заботиться о старшем поколении, ветеранах войны, сиротах. И она успевала все, оставаясь при этом примером для остальных. Мы любили свою страну, работали, старались, чтобы жизнь стала лучше. И мы видели результаты своего труда. И сейчас у нас Казахстан процветает. Я рада, что люди хорошо живут, все могут себе позволить. Но надо приучать к труду молодежь, научить ее любить свое отечество. Для земляков трудовой подвиг Куляш Апай – неизменная гордость. Житель Жаркента Токторбай Керемкулов с детства воспитывался на ее примере. Ею восхищались, ей старались подражать, говорит он. Куляш Айченова – человек-легенда. Я считаю, что уже сейчас при жизни она достойна того, чтобы они писали книги, рассказывали в школе. Благодаря таким людям мы сегодня хорошо живем, и мы должны это ценить. И даже сейчас, несмотря на довольно преклонный возраст, Куляш Апай в будущей общественной жизни поднимает актуальные вопросы, касающиеся благоустройства района и проблем молодежи. А еще она продолжает верить, что только на своей земле, куда вложил свой труд, человек может жить по-настоящему счастливо. Кульнар Жантасов, Лжас Байбусынах, 24 ТИЗ, область ЖИЦУ. Спасибо за просмотр!